Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, народ святой, люди взятые в удел царственного священства. Всем желаю в Господе нашем Иисусе Христе, Творце и Создателе, радоваться и возрастать во всякой благости, праведности и истине. Простым способом познания Господа нашего, сущего над всем благого и неизменного в слове Своем Бога Иисуса Христа. И познание это осуществляется одним простым методом – любовью к ближнему. А ближний – это тот, кто на расстоянии моего глаза, моего слуха, моего ощущения. В общем, в зоне моей видимости. Каждого человека, посылаемого Богом на моем пути жизни, для моего возрастания в Господе, в любви, в радости, в счастье. И помните, упование на Бога делает нас, сам Господь Иисус Христос делает нас свободными. Остяжание Духа Святого, большее приобретение Его, любовью к ближнему делает нас счастливыми. Христос посреди нас был, есть и будет. Вот все мои кошатьки вам, всех трех показал. Хотел поговорить на тему голоса Божьего в сердце человека. Вы знаете, я все время, кто меня давно слушает, там, что говорю. Действительно, кто… Сейчас есть эти программы, да, электронные, там, Библии, все такое. То есть можно забить просто, чтобы проверить истинность моих слов. Вы можете забить слово «совесть» и в поисковичке, там, вот, есть у кого эти программки или сайты, типа «Экзогета», там, ну, и подобных-подобных, в Bible.com или как там. И вы увидите, что слово «совесть» в Ветхом Завете не употребляется ни разу, не считая книги, притч, притчи. Вот. И то один раз, да. И даже в Новом Завете она употребляется не в контексте, даже сам Господь ни разу это слово не употребляет. В Евангелии от Иоанна это как бы от слов о повествовательном контексте, он говорит, что их совесть обличала, а сам Господь ни разу это слово не употреблял. И что такое голос Божий? Бог живой. Бог не Бог мертвых. Бог есть Господь живых. И вот мы помним прекрасно, кто читает книгу «Бытия», как Господь, сотворив человека, разговаривал с ним лично, без всякой совести, без всяких посредников, без всяких книжек, без всяких бумажек, без всяких обрядов, таинств, преданий, земных или небесных посредников. Господь просто, открыто, в простоте сердца беседовал со своим себе подобным созданием, который есть человек. Помните, сам Адам свидетельствует, сейчас в истинности мои слов, вы все знаете, как он говорит, голос твой, голос Божий, не совести, «Голос твой я услышал в раю и убоялся». В раю, я вам говорил, это образ, конечно же, сотворения Земли и человека, ибо человек микрокосмос, микровселенная. По сути, такая же благочестие тайна, как и то, что Бог есть во всем, в мироздании, есть Христос. Это все великое благочестие тайна. Но раз мы образ и подобие его, то мы то же самое. И вот образ, конечно, сотворения мира, это образ сотворения тела из праха земного человеку. А образ рая и человека внутри рая, как ума внутри сердца, это образ создания вот этого рая, это образ сердца. А образ человека, Адама, Нуса, ума, это образ вот этого человека в раю. Это и есть образ ума в сердце, созданного Богом. А уже древо жизни – это сам Господь внутри этого рая, вместе, вместе. Но там он в образе древа открылся, а по сути это жених, а уже Адам, как в роли невесты, этот ум, Нус. И, естественно, этот человек, ум, Нус, восхищается радостью жизни в Боге, в этом райском чистом сердце с Господом, со своим женихом. Тут такие вот символы, образы. И поэтому мы слышим голос Божий в сердце, в раю, а не совести. Голос Божий мы слышим. И, пожалуйста, я вам так, всего два моментика, чтобы не затягивать повествование. Человек падает, Адам с Евой, да, прародители наши, кровь и плоть наша. Что мы видим? Каин идет убивать Авеля. Господь не покинул человека, не Господь выкинул человека из рая, а человек выгнал Бога, это древо жизни срубил Иисуса Христа, выкинул из рая сердце своего и закрыл дверь. Тайная клеть сердце, Господь говорит, закрой комнату свою, это сердце. И вы помните, Господь в откровении этот образ открывает, когда говорит, я стою при дверях сердца твоего и стучу к тебе. То есть это человек выгнал. Да, в раю нам образ, символ, что Бог нас выгоняет, ставит херувима там при древе жизни. Конечно же, это человек просто и сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Вы помните этот 13-й Псалом? Но при этом это же образ, потому что мы видим, что происходит дальше, до чего мы читаем книгу Бытие-то. Когда Каин идет убивать брата, положив сердце своем, это страшное преступление, Господь что делает? Не нарушает его свободы, не ломает ему, не сокрушает ему колени, не ссушает ему руки, не делает его безумным, да, как царяного худоносора, вот, лишает разума. Нет, он лишь взывает к нему опять голосом. И Каин его слышит прекрасно, ибо беседует с ним. Он говорит, любимый, сын мой, хоть и от паши прародителей, опомнись, ты что собираешься делать? Говорит, разве кто идет на доброе дело, идет с поникшей головой? Нет, человек, творящий добро, как Господь сказал, творящие дела света, идут ко свету, чтобы дела их видны были. Дела добрые, святые, это плоды, их всегда видно на дереве. А тьма, она всегда скрывается, зло прячется, стыдится, срамоты, наготы своей. Срамоты, наготы, а не просто наготы. Помните, как в откровении я вам зачитывал, покрой срам наготы твоей, а не наготу, потому что вначале Бог создал людей нагими, что значит чистыми, открытыми, святыми, добрыми. Чего стыдиться-то, если все твои помышления благо, любовь, добро, цель всей твоей жизни, счастья ближнего. Вот, и Господь, помните, как Каину взывает, не делай, не делай этого, родной. А он говорит, отстань, отстань от меня. Он совершает этот поступок, разве совесть обличает? Нет, Бог взывает Каину. Где брат твой? Как и к Адаму. Он не знал, где брат его? Знал, кровь его уже вопияла. Что Господь не знал, что Адам с Евой вкусили? Плод знал. Господь взывает в покаяние. Господь не судья и не мститель нам за зло. Мы зло делаем сами себе. Господь лишь хочет, чтобы мы покались и вернулись в отчий дом. Господь любовь и создает нас для познания бытия, возрастания и счастья. Просто у каждого свое время. Своё время собирания камней и плодов. Он взывает, где брат твой? Не ел ли ты, Адаму говорит, дерево? Ну что он знал, что ел? То он и говорит, знает, что ел. Но делает вид, как будто не знает, любящий отец. Не ел ли ты? Признайся. Свободу. Бог не нарушает свободу человека. Он, как отец любящий, делает вид, что не знает, даже не видит твоего греха. Ты только сам покаясь и изменись. Адам отрекается, говорит, отстань от меня. Я хочу творить зло. Зло. Вот вся сущность человека добровольная. Каин говорит, отстань от меня. А еще мне хочется вам напомнить пример такой. Мне очень нравится. Это можно до бесконечности делать. Я, говорю, стараюсь ролики писать по полчаса. Вот. Такие, чтобы не напряженные были. И мне очень нравится еще и такой момент, когда последний пророк, последний судья Самуил, такой был в израильском народе, потом они потребовали царя, и Господь им дал бесноватого Саула. Ибо не от Самуила они отреклись и от Бога. Бог сам свидетельствовал. Нам никакой царь земной не нужен. Мы всегда жаждем, мы люди и граждане одного Отечества Небесного. И у нас один царь, и Бог, и Господин, и Владыка, и Создатель, и Попечитель, и Охранник, и Врач, и Учитель. Это Господь и Бог наш, Иисус Христос. И когда этот Самуил был рожден мамой Анной, долго не могла она забеременеть, просил очень. И Бог ей дал, она посвятила его Богу, отдала в храм судье Илия. И когда этот мальчик Самуил спал, Бог начал к нему взывать. Самуил, Самуил. Он подходит к этому Илии и говорит, священник и судья Илия, ты меня звал? Он говорит, да и не звал я тебя, иди ложись, сынок. Он идет ложиться, маленький мальчик, будущий судья последний, Израилев, и пророк по совместительству. Он ложится, опять голос Божий к нему, Самуил, Самуил. Он опять встает, идет к Илии, ты меня звал, отче, священник? Он говорит, да нет, не звал я тебя, иди ложись. Он опять, Господь взывает к нему, Самуил, Самуил. Он опять идет, Илия, ты меня звал, отец? И тут, говорит, Бог ему положил на сердце, но он догадался, что это Бог его зовет. Он говорит, иди ложись. Он говорит, когда в следующий раз позовет тебя, ты скажи, я, Господи, здесь раб твой, что прикажешь мне делать? Ну, это же я так вспоминаю Павла, да? Ну, так он говорил, скажи, я, Господи. Ну, они так любили, я, Господи, да, Господи. Что, Господи? Раб твой здесь, Господи. Вот. И вы прекрасно помните, кто после Евангелия читает книгу «Деяния апостолов», после «Деяния», как я всем рекомендую, от чистого сердца, не уподобляться фарисеям и законникам, а именно читать послание к евреям. Ибо Господь послал проповедовать сначала погибшим овцам дома Израилева, что Павел и исполнял в точности, как он говорит. Но там, я говорю, обычно его пинками провожали подальше, да, как и Господа всегда. Поэтому, чтобы понять, что Павел проповедовал в синагогах, надо прочитать послание к евреям, это к противящимся, которые его и выгоняли, чтобы чуть еще копнуть к римлянам, где чувствуется, как пишут к уверовавшим иудеям, ревнителям закона. Ну, хотя бы, хоть как-то во Христа, крестившиеся во имя Иисуса Христа. Вот. Сколько раз в книге Деяний и в Римлянах вот это пророчество Амоса, что в последнее время в Новый Завет положу с Домом Израилем, с Духовным Домом Израиля. Мы все Израили теперь, Дом его Божий, Новый Израиль Духовный, что Господь с нами в Новом Завете, в Новой Крови положил Завет свой, какой это Завет. Не будут больше учить, брат брата, познай Господа, но каждый будет знать меня. Как знать-то? Все, что мы делаем, мы не учим, мы передаем заповеди и напоминаем. Заповеди передаем, это когда благорестуем, а впоследствии напоминаем. Здесь нужны слова бывших прежде пророков, об ожиданиях мессианских, о том, что действительно Христу надлежало прийти во плоти, пострадать во плоти и воскреснуть во плоти. И заповеди Иисуса Христа. Ну, в Новом Завете мы еще и руководствуемся Боговдухновенными для назидания, для пользы, наставлениями апостолов. Это я уже прибавляю, как любой христолюбец понимает, что это истина, что мы так и прибавляем, потому что пользуемся всем Новым Заветом, в том числе и посланиями апостолов. Хотя Петр, конечно, такого прибавить не мог, ибо еще и сам только Второе написал. И, кстати, не претендовал на роль того, что оно будет святое, это его послание. Сказал, что наша роль передавать заповедь Иисуса Христа, благовествовать, то бишь, и потом, в чем все пресвитерство и наставничество, в том, чтобы просто напоминать заповедь Иисуса Христа. Вот вам все. Все благовестие. Так что вот так вот, это вот пророчество говорит о многом, о том, что никто не будет, каждый будет знать голос Божий. Он в сердце человека Бог, Бог же живой. И я вот сколько вы знаете, сколько общаюсь, просто сколько, вот я же делюсь по сути опытом отчасти, сколько общаюсь, сколько проповедую, сколько вот в частных каких-то беседах. И я стал замечать, что дело не в том, что ты говоришь, вот да, а человек не слышит тебя, действительно, искренне. Я стал убеждаться, что по большей части люди боятся не то, что их там запугали, вот православное учение, там, ой, вы не имеете права понимать Писание, почему? Почему? Если Господь ходил, говорил обычным людям и укорял их, когда его не понимали, укорял их в маловерии, когда они даже такие, как ученики, сомневались в чудесах каких-то. Петр идет по воде, а он его укоряет, когда он усомнился. Он говорит, что ж ты маловерный, ничего себе по воде ходить-то маловерный. А Господь его укоряет, близкого ученика. Какие вещи? Всем просты, обычному людям боговествуют. Вот. Ну и ладно, эти страхи, я говорю, кто с чистым сердцем все это спокойно отодвигает, говорит, не надо мне все это. Но я по большей части замечаю, что люди даже не столько внешних боятся этих пугалок и страшилок, а очень многие боятся самих себя даже. Самих себя. Хотя Господь сам сказал, я говорю, что от начала Господь каждого судит по делам его. Я вот вам говорил, что я потому и не боюсь ничего, и никого не осуждаю, потому что я и сам принимаю свои решения. Я слушаю, да, но решения за мной. И поэтому я беру ответственность за свои решения. Перед Богом буду сам отвечать. Я не буду говорить, что вот я там услышал, и вот тут поэтому я так сделал. Да нет. Потому что Господь сказал, я вам всем напоминаю все время, как Господь перед тем, как повествование Иоанн Богослов переносит на прощальный ужин Господа Судничника в эту горницу, мы видим, как Господь, как бы, говорит, отряхивая прах, говорит всем неуверовавшим в Него, что, говорит, даже если вы услышите это слово, да, и не поверите, я вас не буду судить, но знайте, что внутри вас я всегда, я свет, просвещающий каждого человека, пришедшего в мир, каждого. Павел говорит, что да, Бог от начала со всеми людьми никогда не переставал свидетельствовать о своем присутствии в бытии, о том, что он его создал, о том, что он его промышляет, на всякое время подавая нам все потребное для жизни и веселья. Тут в унисон все говорят, апостолы, естественно. Поэтому надо помнить, что Бог нас судит не по внешней бумажке, не по внешнему чужому слову. Ты, если услышишь от человека, как я вам говорил, он даже тебе, Бог через него тебе может пытаться сказать, но если ты не слышишь в сердце своем отклика на слова этого человека, Бог тебя за это судить не будет по чужим словам-то. Другой вопрос, что ты сам себе противишься, ты слышишь, человек тебя, например, укоряет, вот ты там оскорбил кого-то, и брат тебя поправляет. Говорит, слушай, ты вчера вот там оскорбил кого-то, ты же погрешил, покайся, там, брат обиделся. А ты говоришь, нет, я там... А сам чувствуешь, что брат обидел, там, да. Если ты сам себе противишься, вот тебя Бог укоряет. Павел, помните, как сказал Тимофей, вникай в себя и в учение. Поэтому жизнь человека очень простая, надо это понять. Это страшно жить в таком, не как кажется, миропонимании, поэтому вечно все колеблются, падают, ссорятся, ругаются, обвиняют, судят друг друга, именно потому что человек не живет с Богом. А в крещении мы должны принять Бога, опять, как Адам выгнал его. И что Господь в апокалипсисе опять, угрожая, предлагал, и предлагал даже не угрожая, а в последней церкви опять любовью, говорит, пусти меня, кто услышит, говорит, голос мой. Помните, в последней церкви Вадикийской Господь говорит, кто услышит, теперь наоборот говорит, просто если еще и впустит, там Господь говорит, да, кто услышит, не поверет, я даже не сужу его, но я через сердце все равно его обличаю. Но, говорит, а кто впустит какое-то счастье, я приду и буду с ним вечерять. Но вы помните, Господь, то же самое, вот у Иоанна Богослова на прощальном ужине, он потом об этом и говорит, кто из любви ко мне исполняет мою заповедь, единственную о любви к ближнему, к тому я с отцом и с Духом Святым приду и буду обительную сотворю, и буду в этой обители, что? Что? Устраивать романтический ужин, то есть теснейшее соединение человека с Богом. Это общение радости, любви, мира, счастья по-простому. Вот, поэтому все вот эти места нам говорят о том, что мы должны жить в Боге, и в Боге с чистым сердцем. Только чистота сердца, только искренность хождения перед Богом откроют тебе невозбранный путь в Царство Небесное, путь на тайную, на романтический ужин с Господом, действительно, в клете сердца своего, в комнате сердца своего, где никто, кроме вас, не будет сокровенно пребывать-то. Вот, поэтому тут вот, это вот все, что касается там этого предания, нет никого предания, человек должен жить у каждого свои таланты. Мы говорю, мы советы слушаем друг друга, все равно по себе, все меряем. Свидетельство веры и истины. Потому что когда апостол Иоанн Богослов говорит о вере, понятно об истине, ты веришь в истину, а не в ложь, и хочешь верить в истину. Поэтому тут можно и добавить, я говорю, не погреши, потому что каждый понимает, что вера, во что я верую, во Христа я верую в истину. Поэтому свидетельство веры, мне же Бог дает это свидетельство, что да, я читаю, кто первый раз Евангелие читал, да, все, сердце, всем сердцем откликаешься на Евангелие, на все, что там написано, на слова Господа, на эти откровения, откровения в сердце своем. Это вот обязательно. Поэтому мы никакой не слушаем, мы именно слушаем Бога, живого Бога, надо жить в нем, задавать ему вопросы, слушать ответы. И людям это кажется. И плюс позапугали вот эти, почему я пытаюсь глаза людям тоже открыть, потому что это счастье, плюс я от опыта говорю, плюс от писания. Говорю, хотите слушайте, хотите нет, я же палку не беру, я от вас очень далеко, и вон красную кнопку нажмите. Просто я знаю, о чем я говорю, потому что сам иду этим путем, это путь счастья и радости во Христе Иисусе. Только с чистым сердцем, только в живом Боге ты будешь жить в истине. И то, что там пугают, ой, там бес тебя, ты можешь своему сердцу последовать, там беса еще, никакого беса между тобой и Богом нету. Он тварь, Бог выгнал все, Он сказал, я даю вам власть, между мной и тобой больше никого не будет, да и не было никогда на самом деле. Мы и Ветхом Зайти все это видим, я не буду сейчас все эти примеры показывать. У кого было искреннее желание к Богу, мы видим, как Господь и Ветхом Зайти, без всяких обрядов, без новых заветов, без образов Духа Святого, и так было со святыми людьми, вот. Поэтому здесь то же самое. Человек, а как это, это очень просто, надо действительно, как ребенок, как Господь сказал, если не обратитесь, поверить Богу, сказать, Господи, что ты мне будешь, как Павел, когда покаялся и видел этот свет, стал как ребенок, говорит, Господи, что скажешь, что прикажешь мне делать, вот я все сделал, все, надо поверить, Бог не садист, Он с тобой не играется, не хочет, что и погибли, Он Отец Любовь, и даже все демоны, это Его творения, некогда светлые, сейчас пусть темные, но не имеющие никакой власти, они твари, всем управляет Бог. Поэтому человек искренне обращается к Богу, вернулся в Отче Дом, о каком тут бесе идет речь? Да, они есть, но Бог им ровно попускает столько, сколько нужно к тебе прикасаться. И поэтому, если ты живешь в Боге, Бог ничего тебе попускать не будет, кроме полезного для назидания тебе. А жить и понимать каждую секунду, как мне жить, что мне чувствовать, как мне думать, надо, конечно же, обращаться ко Христу. Все очень просто. Господи, как мне поступить, как мне здесь понять, исцели меня, надо жить в Боге, Он вот сейчас рядом с нами, между мной и вами, рядом со мной, рядом с вами, Он Бог, Он вездесущий, в мире, Он сказал, волос без моего ведома не падает. Я слышал эти теории, тоже вам кто-то будет рассказывать. Вот, есть мир, он крутится по-своему, Бог там как-то им пытается управлять, но может что-то выйти из-под его контроля. Люди сами рождаются, люди сами умирают. Да, честно вам скажу, по мне так. Учусь мягко говорить. Неправильно. Неправильно. Бог управляет всем. Как же сами люди рождаются, если мы видим, как у Авраама каждый раз, когда жену Сару пытались там кто-нибудь, царь какой-нибудь прибрать, он заключал чрево всему царству. Бог управляет. Как же он всем этим, кто бесплотные были, праведники, все время закрывал чрево, потом сам открывал, когда хочет. Бог управляет. Он сказал, птичка не падает без моей воли. Волосочек с вашей головы, все посчитанные, и без моей воли ничего не будет. Поэтому тот, кто познал этого, ощутил один раз, вот честно, я вот не знаю, как можно отпасть от Бога. Большие у меня сомнения. Прилепитесь к Богу. Живите в Нем. Да, Он в Новом Завете с нами в Духе Святом сокровенный, как в Ветхом Завете в человечестве в роли Отца Небесного, но там чаще с людьми внешне разговаривал, хотя и внутри просвещал каждого человека, пришедшего в мир. Новый Завет. Вот, три годика походил. Просто явись, сидеть, чтобы ни у кого было какой-то, осудил мир своим пришествием, что люди возлюбили тьму, нежели свет. Потому что уже явно, уже не каждый в своем голосе, а есть еще явное обличение каждому. Вот Бог ходил и любил. Ты куда в серебролюбе подаешься? Бог ходил, осленка не была. Своими руками работал. Ты куда уши рубишь, если Бог всем их прилеплял? Ты куда это делаешь, когда Он этого не делал? У нас просто есть явный суд над самими собой. И нам еще это в бумажке оставлено. То есть мы по ней живем, по ней себя сами судим. Павел говорит, если бы вы судили самих себя, то не были посуждены от Бога. Что это значит? Вот это и есть. Если бы я сам себя судил по бумажке, по слову Божьему, в сердце. И по бумажке, по слову Божьему, на бумажке, и по логосу, как... Я вам помню, там разные слова. Ремата и логос. Но христианин судит, конечно, который услышал и поверил. Это кого не поверил, Бог говорит, не сужу. А кто поверил, да, еще и по бумажке тебе буду явным. Ты же помнишь, ты же знаешь, тебе много донос, тебя много спрошу. Ты же сам сказал, что я христианин. Назвался грузьем, полезай. Вот. Поэтому, прежде всего, это как мы живем-то. Сначала, что в моем сердце? Я буду судиться, Бог сердцеведец. Бог тебя будет судить не потому, кто-то что-то тебе сказал, а ты не принял. Если у тебя этого нет в сердце. Он тебе говорит, брось со скалы. Это я грубый, контрастный пример привожу. А и в мелочи так же. Ты мне говоришь, я не слышу истины в твоих словах. Может быть, она истинна, но мне, Господь, я ожесточился, допустим, и не слышу. Да, я погрешаю, но я же не слышу искренне. Тут вопрос искренности. Но кто опять, кому заглянет в сердце, узнает, он искренне, не искренне. А мы судим все время. Ну хорошо, ты сказал и все. Ты свое выполнил, опять же. Что ты ему вбиваешь? Это или палку берешь над ним, или власть. Тебе никто, Бог, не давал никакой ни власти, ни палки. Сказал, кто хочет быть большим, будь всем рабом и слугой. Вот я опять вот о голосе Божьем хотел вам показать на этих коротеньких, маленьких примерах. И все. Бог на короткое время явился, вот на три годика, для определенных целей, чтобы судить мир во плоти. Уже не по тому свету, который мы, Павел говорит, от начала отвергли, а суетились. И Бог предал нас ходить в похоть их своих, помрачив, помрачаясь умом и сердцем. Вот. Бог нас во плоти осудил даже. У нас теперь нет отмазов. А кто еще уверовал, сами себя еще осуждают. Сами себе петлю затягивают. Есть Евангелие, а живем, как сборище сатанинское. Вот. Ну, а потом вознесся, чтобы все были в равной степени. И Адам, и все ветхозаветные люди, и мы с вами, вы не думайте, Бог сказал, от веры от твоей толку никакого, только жизнь. Но жизни причастны все люди. И все, которые до Ветхого завета, до пришествия Господа во плоти, естественно, будут судиться. Судом совесть, совесть, как говорят язычники, применяют это слово. Они будут судиться Христом. Он есть Бог. Суд-то будет. Все, говорит, придут перед Ним, народы, поклонятся. Так что все будут, конечно, судиться сущим Творцом. Просто мы это исповедуем. И потому и счастливы от этого. И имеем надежду. А, конечно, суд-то начнется с Дома Божьего, но потом-то всех коснется. И это тот свет, который в каждом есть. Только потому, что человек по земле ходит, уже он в жизни причастен, какой бы он там ни был. Поэтому живите откровенно. Если вы так попробуете, вы узнаете на опыте, о чем я вам говорю. Вернее, не я, а Господь вам говорит и Писание все. А я лишь пытаюсь это напомнить. Я говорю, посчитайте, вы увидите, сколько раз в Деянии, в Евреям прям вот бьется в это новозаветное. Хотя, если вы ссылку посмотрите на эти заветы, это толкование духовное. Там немножко не об этом речь. Хотя, когда вырвано, кажется, что правда, прям применимо. Вот. Ну и есть духовное понимание Ветхого Завета. Новый Завет с Дома Израиля. Никто не будет учить. Просто будет перезнать. Каждый будет знать. Как будет знать Господа? Да потому, что ему будет открыта заповедь. Любящий ближнего познал Бога, ибо Бог есть любовь. Наше дело передать, а возрастать в познании. Это уже твоя. Любить не заставишь никого. Хочет он, не хочет. Наше дело сказать. Будешь любить. Христос тебя освободит. И уповать на него. Будешь свободным, а будешь любить, будешь счастливым. Ибо Бог есть любовь. Все очень просто. Но любовь невозможна без корня растения. Поэтому корень это отвержение себя и упование на Бога. Его дарами любить ближнего. Всеми дарами. Не обязательно сверхъестественными, как их называют. исцелять. То, что тебе руки Бог дал, это уже тоже дар. У многих и рук нет, что кажется для многих естественным. Или глаз, или еще что-то. Да и звезда от звезды разница в славе. Слово-то каждый имеет, а не каждый может пользоваться. Кто-то косноязычный, кому-то Бог дает. Это тоже дар. Пусть не сверхъестественный. И так во всем. Так что вот так вот. Призываю вас всех жить во Христе, исполнять его заповедь. Бог говорил, иди за мной, слушай меня, а не дядю Степу. И апостола никогда на себя не натягивали, к себе не привязывали и к себе не подтягивали. А вот, как по образу первого апостола и христианина, и она крестителя, показывали на Христа, и как друзья жениха, людей пытались к жениху привести, а не к себе, не совратить эту невесту. Что вообще страшное дело. Божью невесту сократить, это куда еще страшнее-то. А то, что есть старшие братья, так старшие – это ответственность, это забота. И, в общем-то, роль старшего брата и сестры, чтобы и того сделать, не ребенком, а ставить дауном на всю жизнь, годовалым, а обучить, подсказать. Как старшие, с младшими, уроки учат, пытаются их повыше, повыше подтянуть, чтобы все пришли в одну меру. Господь сам к этому призывал и показывает свое смирение божественное. Говорит, да я не против, будьте как господин ваш, как учитель, усовершен. Просто больше вы не будете, я Бог. Но, говорит, если усовершитесь, как учитель, говорит, и здорово, я любовь, я и хочу, чтобы вы были такими, как я. Ну все, давайте воздадим славу Господу за его дарованную нам природу, образ и подобие его, который есть свобода и любовь. Господи, Иисусе Христе, Господь мой, Бог наш, сущий над всем и неизменный в слове своем Бог, воля Твоя, единая, благая, неизменная всегда, чтобы все мы на земле были счастливы и возрастали в этом счастье, в этой благости и в познании истины, то бишь Тебя, Бога нашего, Иисуса Христа, который есть любовь, имя, которое Ты открыл нам и явил от начала сотворения мира, всеми делами промышляя нас, моим сотворением, моей жизнью, жизнью всех братьев и сестер, и подавай нам всю жизнь, всему человечеству и нам всем, в частности, всем потребным для жизни и веселья, радости, обычной бытовой радости со всеми братьями и сестрами. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, а в последнее время открыл свою любовь, явно пришедшего плоти и осудив весь мир, ибо все мы, негодные дети Твои, больше любим тьму, нежели свет, и явил свою любовь даже до креста, даже с нисхождения в ад за грешниками, что укоряет нас, уязвляет этой божественной стрелой любви. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, подай нам, пожалуйста, силы, силы, смелость Духа Твоего Святого, чтобы нам возрастать в познании Твоем, в уподоблении и усовершении Тебе возраст Твой, возраст Христов. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, спасибо за все, за всех братьев и сестер, слава Тебе, Христос посреди нас, братья и сёстры. Всем, кому понравился ролик, ставим палец вверх, всем, кому не понравился, всё равно палец вверх, делитесь. Для назидания церкви с братьями и сёстрами, если считаете полезным этот ролик, всех вас нежно целую, крепко обнимаю, во Христе Иисусе, Господи нашим, лапзанием святым, и объятием. Все мои адреса каналов наверху, все контакты внизу, а все полезные ссылочки справа. Всех храни Христос, пока-пока, и до встречи в новом ролике. Субтитры создавал DimaTorzok